Калужская область Калужская область Калужская область По бокам От шеи Такие кисточки оставили Хозяину специально какое выми у нее молоко нам принесла сейчас нельзя пока попозже 12 июля подходи молоком а здесь у нас уха уже готова и заварили иван чай обедать кто хочет вот какая уха купили рыбу на вагу это иван чай на вагу уже сварили вот туда козья и лес козел бродатый вот она рыбка вот а здесь полевой ремонт машины так сказать идет ключи нам подарил александр мариасов спасибо христос хорошие ключи брат пойдет и поедут а там охранник на охранник ураган ураган сергеевич пупков это он лает на этих коз вот они везде обходят там наверно эти очистки нашли после картошки и подбирают вот оно еще пришло существо бородатая ну и что вкусно да вкусно а игнат тихонич там на раскладывать книги мы выгружили выгрузили наш багаж а в этом контейнере идет раскладка книг контейнер длиной больше 10 метров а он и гнать тихо не раскладывать пока еще наверно набирает воды вот это ты куда и куда ты чё тут хозяйничаешь ну-ка ты нам тут последнюю последнее наше питание все козя ох и козя но так мы приехали с заграничной поездки там машина у нас ломалась слава богу нам помогли в ремонте дмитрий булкин к лининграде и приехали были мы в поездке три недели за границей а сейчас будем работать по россии это север захватим санкт-петербург мурманский так далее вот брат наш знакомится с местными жителями калужскими они что-то с ним знакомиться не хотят категорически игнорирует нашего брата зря зря вы так мы на вас пожалуемся слава тебе боже наш слава тебе сейчас будем садиться обедать вчера мы приехали сюда вышли из зоны шенгена и прошли вот у нас была большая неприятность то что он шестерня привода распределительного вала там лопнула она в общей сложности около 400 километров эвакуатор вез вот от швеции было это такая неприятность большая вот я даже расходы на бензин в странах шенгена обошлись 100 тысяч наших рублей но это 2000 евро тихо не надо крутиться вот дальше за дорогу заплатили 20 налоги 27 тысяч 500 рублей это только налоги которые берут за паром 34 тысячи за эвакуатор который вез 100 тысяч руб на рубли но дело-то еще в общем вчера мы тут вот наш большой контейнер этот владимир кук нам тут все предоставил волкин димитрий приезжал из калининграда все устроили ну замечательно просто и мы вчера сделали раскладку наших книг это много времени отнимает дочка хозяйская вели на ее звать кажется сколько ей лет ну в шестой класс пойдет вот так замечательная девочка такая помогала нам она бумаги раза собирала которые от упаковок из каждой упаковки надо взять одну это все на две коробки распределить но мы 21 экземпляр по 30 уже шестник осталось остальные кончились собрали собрали а в это время наш брат николай кручина поехал в город что у него там я и золотом заметил ваша неприятность купить коробку он хотел до коробку передать это город калуга все-таки 500 с лишним тысяч населения и кажется находимся в россии в россии где это газета на полноприводная на нее вообще ничего не найдешь но она по всем статьям нам подходит и два ведущих у них передняя задняя ось это особенно важно потому что мы едем по таким местам где там сапоги не вытащишь нам надо туда проехать кроме того 750 килограмм свободно она тянет на 7 человек сиденье я назад заднем сижу собака вытянется я нахожусь там сплю впереди не то есть по всем подходит но она не рассчитана на дальнее было расстояние изначально брали ну близко там вся полтайском украина сибирская область кузбасс но ведь мы куда заехали владивосток находка тихий океан и сейчас возвращаемся из лиссабона атлантический океан и вчера сергей парализованы смс бросил куда сейчас собираетесь там какая-то я не знаю кто телевизионная или какая там компания его спрашивала лайф-ньюс да у него как бы составить там я не знаю что ролик составители но он на нас повернул я сказать вот сюда надо то и нас прошли где вы будете мы сказали мы уходим завтра очень рано в потемках но получилось и обстановка изменилась сегодня видите уже светло мы все еще на этом месте находимся покажи как вот номера машин которые там там обведи вокруг всех там хозяйскую тоже высвете высвете это мотоцикл у него там козы бегают вот эта машина слева тоже и вот здесь у него у хозяина это владимира пруд там видно пруд вчера вышел ловит рыбу там даже какие-то друзья приходят ловить скамейки у него так много он рассказывал какие у свиньи вьетнамские все это показывал какие козы разных стартов но ничего не было заснято просто если бы был такой подвижный профессиональный съемщик как режиссер то многое-много упущено когда рассказывали книги я сегодня подумал мы вчера минимум три ролика упустили где-то и он рассказывает и как козы то бьются и какие они про все рассказывает про кабанов дикие кабаны а то коса курская какая там когда в калининград едешь из клайпеды и они подкармливают их туристы то но я вижу на дороге проехать невозможно никак там от столько свиней эти дикие полосатые то у меня что-то было горит а там им бросил в сторону кабину то открылся а в это время кабан залетает ко мне в кабину ядумал порвать сиденье все и ничего не могу не выгнать еще кабан а немцы там были как раз там снимать начали ну то есть интересные такие моменты рассказывает но это говорю о машине мы уже все сложили сегодня должны были сергей спрашивает куда ответил едем мы на мурманск мурманск баренцево море а дальше сам петербург уже константин душенов там ждет то есть все по плану идет и вдруг опять непорядок машины и ездили в город этот брат николай серьезная там купить она 45 тысяч 45 тысяч и нету ее там примерять надо сначала здесь снять там совершенно невозможно никак и решено решено было изменить маршрут и мы сегодня отправляемся домой то есть ни на какие дальние северные маршруты мы уже не пойдем здесь все сложено у нас контейнеры лежит продукты как всегда у нас принято которое рассчитаны были еще на полтора два месяца мы издали хозяевам такую они такую большую честь нам оказали все по-хорошему где можно хозяин поехал коробки прошлый раз достал для книг ну замечательно просто но машина нас наша подвела нас уже третий раз маршрут изменяем первый раз изменили когда шли в дании второй раз когда шли в норвегию и третий раз когда думали уже народе но тут-то российская все-таки здесь это нижегородская который выпускает за вот это значит можно достать хотя это не достанешь и поэтому у нас задача стоит только отправить у нас профессиональный высоко профессиональный шопер дальнобойщик потом николай кручина и мы молились как нам быть и я считаю через него нам бог дал ответ мы даже подарочки домой и только бы довезти машину довести а дальше будет и видно как хозяина я вчера спросил не сильно что контейнер там они разгрузили обычно мы разгружаем подметаем как в шахтах было да нет ничего то есть я не знаю даже действительно ли так это но всяком случае это может быть даже и до следующего года но мы все завернули подоговорились что отраву он положит здесь если есть много тут мурашей оказалось много откуда муравьи не за мелкие такие как бы они не на пакосте ночью не все уже есть то есть вот я сегодня шагами поднял я уже тут около трех часов толку из утром и измерила все примерно тут 2 гектара 2 гектара он приехал сюда этот участок продавали он его купил замечательно но хотя у него антенна и он поднимал высоко антенна вверх вам видно где-то но связи с интернетом нет почти нет иногда войдет поэтому информацию нам очень трудно было сбросить мы вчера его попросили проехать здесь в этом селении найти тех через кого мы могли бы ничего не было найдено куда-то надо ехать другое место то есть ну никак вот договорились мы сегодня в москве через москву ехать сейчас в сибирь домой из-за машины вот и если мы только проем отцу кириллу оставлю что там один священник сергей каннабас отец сергий уже деньги заплатил и надо оставить один экземпляр вот ну а дальше что благословиться только и до дому так взять по правде совершенно здорово только мы двое я и ураган мы рано встаем нас господь любит а братья трудятся еще целый день дремлюсь ажу николая почти один за рулем попробуй-ка посиди выходим ночью день весь день я не знаю часов на рапа 16 больше за рулем сидит это это я не знаю как выдержать только такое можно но чего-то повысить вот это место для нас благословенная а то какой район то бабынский район калужской области и село как называется кумовское вот то есть вот все у нас здесь здесь и для нас было как это приготовлено здесь и воды взять и электричество он подвел и ну замечательно просто но господь что-то усматривает иное и главное удобно отдельно туалет мы никому не мешаем покажи он даже я туалет а это главное учреждение в дороге без еды я еще как-то могу без этого это никак как солженица написывает вот что у него тут мешает связи деревья или как не знаем советы разные дают и но она не идет и она может дорогой просто мы угоним ее на север а там она рассыпется и мы потеряем машину сейчас благословение господне только бы не больше 80 километров скорость была я все время сижу и дрожу она больше 80 на разнос идет а ее все время туда гнали 100 километров сейчас 90 ну просто она не не приспособлена к этому вот у нас с собой забрали что могли забрали а остальное даже если не я поеду кто-то братья будут уже все известно как это мы делаем приходим ну как-то лучше принимает когда говорит что автор книг это всегда так было последнее у нас большая остановка была в эстонии в таллине и там очень много мы оставили где не сумели пройти это для норвегии швеции там отец никита игумен я бы хотел познакомить с его нам сахаром кириллом и потому еще с донецка с ним знакомы то есть мы переполнены информацией слава богу в дороге все время молились мы сейчас едем молимся вот чтобы господь благословил и поэтому я вижу что брат николай как бы огорчен что не поехали дальше я говорю это ответ через тебя бог дал потому что все молятся там серьги сергей этот козлов говорит да это там уже деньги собирают машину эту заменить какая-то машина для меня она как белая лебедушка столько она прошла ну сто пять тысяч километров а хозяин говорит у меня грузовик был он прошел миллион семьсот тысяч без ремонта миллион семьсот тысяч в семнадцать раз больше вот эти у нас не получается так хотя за за нее заплатили то там 630 тысяч вот за это вот нашу газель но повторяю она по всем параметрам подходит главное что две ведущие мы застревали в грязи сразу вал присоединили и она оттуда выдернула даже никакой нужды нету вот мы сейчас мы доедем до места от сергей говорил заменить ее а заменить это так как эту довести до места никаких разговоров не вести пока она не будет дома на мелкие то расстояние она ведет все на не хоть что вози если господь благословит придем туда-то да пусть они уже решают там нашелся человек такой-то такой-то жертвует деньги и уже там 34 тысячи даже за это время пожертвовали 34 ну-ка ну-ка а что такое хвост грызет сидеть вот так понимает вот так нас господь одергивает где-то что-то делали не так но по милости божией мы прошли все у нас очень затруднительно было самого начала потому что когда подошли грузинской границы где переходить турцию то там обвал какой-то на дороге уже больше полмесяца мы пришлось через чечню дагестан азербайджан и всю турцию пройти это 1700 километров лишних только не считая турции больше тысячи то есть она шла свое дело сделала она вот сейчас в шенгене так и 13 тысяч прошла но ночи изначался верится старческий маразм у машины и через это господь нас поворачивает другого вчера виктор андреевич я когда спрашивали девы братья беспокоимся о вас я говорю не давать пока им знать о себе пока в москве мы не побудем отца кирилла и дальше тронемся в путь едем в москву попрощаемся с отцом кириллом сахаров и едем в сибирь вот выезжает наша газелька все домой едем слава богу за все аллилуйя все аллуйя взорвать все аллуйя все аллуйя все аллуйя все аллуйя Продолжение следует...